От винта Степи Южного Урала Здесь еще недавно открыта раннегородская цивилизация Ровесница египетских пирамид Это заставило и еще много раз заставит переписывать историю человечества Аркаим Город-крепость и обсерватория древних ареев Цивилизация 16-17 веков до нашей эры Место удивительно похожее на города древних иранцев Описанное в священной овесте Здесь мог родиться Заратустра Аркаим нашли случайно в конце прошлого столетия Аэрофотосъемка показала странные земляные валы С высоты птичьего полета похожие на огромное колесо В чашу вулкана, подухшего многие миллионы лет назад Эту долину как раз собирались использовать советские строители Место идеально подходило для нового водохранилища Плотины уже построили Оставалось только пустить воду И Аркаим навсегда бы скрыла вода Ученые отстояли, может быть, главную археологическую находку века Чуть позже вокруг была найдена целая страна городов Светлана Сданович водит туристические группы специальным маршрутом Никто не должен сходить с тропы Степь вокруг наполнена древней историей Ее можно просто растоптать ногами Сами валы древнего города были буквально стерты копытами Пашегося здесь скота Большинство специалистов и наших, и зарубежных склоняются к мысли Что все-таки это территория иранцев Или еще не разделенных индоиранцев Накануне их движения в Индию и Иран Чаша доисторического вулкана до краев наполнена туманом и похожа на море Выглядит именно так, как хотели современные строители водохранилища Эта мистическая аналогия только часть легенд Аркаима Люди приезжают сюда, чтобы своими глазами увидеть чудо Паломники со всего мира создают свои истории В принципе, я узнал об Аркаиме не из уст людей В первую очередь А было со мной такое, что называется, как откровение Откровение Земли И я через сон, через медитацию увидел, что мне необходимо попасть в Аркаим Группа Владимира Ломаева на Аркаиме с конкретными целями Впитывать мудрость древних и даже менять мировой порядок В этот раз их сотни Каждое лето несколько поездок Двигатель Аркаима был раньше золотисто-коричневый Здесь он четко розовый И лопасти эти, головрат, свастики вообще не показывают Лопасти все время закругленные И поворачиваясь, идет энергия как бы от земли И вот эта розовая, когда крутится генератор И на каждом, на каждом форма Две буквы В вот так соединены, две пирамиды Идет ромб Форма самой матрицы показана Идет пульсация от Солнца и лучи от звезды С Богом! Спасибо, Господи! Здравствуйте! Здравствуйте! Деревянный домик Аркаимского музея Здесь только малая часть, найденного археологами Остальное в специальных хранилищах В Аркаимской степи открыты первые в мире боевые колесницы В городе были деревянные тротуары и ливневая канализация В удивительных по конструкции печах плавили руду Бронзовые орудия, оружие и произведения искусства Увозились в разные стороны света Почти четыре тысячелетия назад На территории современной России существовала поразительная для того времени цивилизация Интересно! Через каждые 30 метров водосбросные колодцы и очистные сооружения То есть вода в землю должна уйти чистой Что такое очистное сооружение? Вот колодец, вокруг него валик Это из глины сделанной, плетня И вокруг этого валика еще отстойник То есть вода прежде чем уйти в землю Она должна была накопиться, здесь отстояться и потом перелиться Толщина стен на Аркаиме 5,5 метра Высота, вот если с деревянными конструкциями взять и сорвом, где-то до 7 метров То есть это совершенно колоссальные сооружения, хотя это 4 тысячи лет назад Даже по нынешним меркам Но то там же нельзя это невозможно Аркаим манит не только уровнем цивилизации Все, что нашли археологи, относят это поселение к текстам, написанным еще на санскрите Родина древних Ариев и новые роли, приписанные им Например, крестики, изготовленные ювелирами, жившими за многие века до первых христиан Первые истоки, а может быть первое начало движения людей к единобожию У нас началось здесь Это интересно Кстати говоря, вот этот внутренний круг, мы предполагаем, что это древнейшая обсерватория То есть она равна кругу Стоунхенджа В Англии есть древнейшая обсерватория, она так же хронологически, как и Аркаим датируется Они наблюдали, это при горизонтной остановке Мы с вами будем сейчас на Аркаиме-центре, станем и увидим линию горизонта И вот там она вся истыкана Там какие-то, ну, различные каменные липы Это миндиры, это круги, квадраты, это в виде свастики выложенные в сооружения Ну, немцы, к сожалению, я имею в виду фашисты, они, к сожалению, как бы опозорили Вот, саму идею и арийскую, и знака Солярный знак – это древнейший знак Солнца Центр Аркаима четко сориентирован по сторонам света Версию о пригоризонтной обсерватории подтверждают древние ориентиры, выложенные на окружающий город в высотах Астрономы тех времен должны были вести наблюдения в течение всей жизни Только такой срок позволял понять, что-то в движении светил И главное, город в Южноуральской степи находится практически на одной широте со Стоунхедж А диаметр внутреннего круга Аркаима совпадает с диаметром столь же древнего британского памятника Но выложенные из камней ориентиры древних трудно сохранить Современные шаманы выкорчевывают камни, создавая неомифологию Например, это в спиральной горе Шаманихи Она появилась несколько лет назад Эти люди уже не знают, кто ее выложил Зато верят, пройдя по спирали до конца, можно загадать желание, и оно исполнится Совсем другая история Владимир Шустав и Кира Мелехина познакомились здесь же, на Аркаиме В разных городах у каждого была своя семья Он был женат, я была замужем, у меня дети Мы тут в прошлом году встретились, сразу взялись за руки Ну скажи И второй год уже вот так ведем вместе Я в буфе жил, она в Екатеринбурге Сейчас живем в Екатеринбурге все Вот наши, вот один, вот второй, третий где-то бегает еще Синья полосилась сразу Вот кто-то приезжает, группа все уезжает, он остается Да, у нас тут около костра много таких было То есть приехал человек просто посмотреть, посидели, поговорили, тролевали Смотрит, он эту свою сумочку забрал, у него там ничего в принципе нет И на проблемы, вот жаловался, что он спать, не может там кошмар, ему что-то А тут ни палатки, ничего нет, но чувак острасть сидит Утром спит, его пеклом уже засыпало, он сладко спит, как он улыбается, так как бегает Да практически у всех что-то меняется, в любом случае Смотря кто зачем приезжает, если энергии нагрести побольше, то не помогает Наоборот, как приезжает толпа, погода портится, холодно, дождь, ничего хорошего Сегодня вокруг Аркаимского заповедника разбросаны небольшие поселки Люди, что в них живут, многие годы ждали водохранилища Потерянную мечту о редкой степи в воде сменило почти фанатичное служение охране природы и исторических памятников Только вокруг Аркаима их 400 Археологам эти находки говорят о многом Это общество, которое было устроено по демократической, протополисной Структуре То есть здесь проживала община, которая решала все вопросы На совместных общих собраниях, в которых, надо полагать, принимали участие Взрослые мужчины и взрослые женщины И на этих же собраниях выбиралась исполнительная власть Которая призвана была притворять эти решения в жизни В 17 жилищах внешнего круга, видимо, жили обычные люди В 12 внутреннего – жрецы и воины Центр был отведен под культовые обряды Скорее всего, в каждой комнате этой огромной коммуналки проживала родовая община Несколько десятков человек Обожеслялись прежде всего солнце И обожеслялся огонь, который заменял солнце здесь вот на земле Вот можете представить вот эти вот дома, которые мы здесь реконструируем? Это же погреба, по сути дела В них протекала очень сложная, даже, скажем так, с психологической точки зрения Длинная зима люди были Как они ждали солнца, с которым приходило тепло, свет Жизнь, вот, появлялась травка, скот приносил потомство Появлялись, так сказать, съедобные растения Насколько они могли, могли ли они что-то еще обожеслять больше, чем солнце Конечно, все это только предположения Глядя на Аркаим с высоты птичьего полета Невозможно себе представить, что видели птицы 4000 лет назад Но и сегодня что-то можно увидеть только своими глазами Например, эту круглую радугу Никакая камера не передаст того, что чувствует человек, стоя на горе И глядя на редкое явление природы Древняя цивилизация только начинает открывать свои тайны Возможно, не все вопросы будут решены Но уже сегодня можно говорить об Аркаиме Как о самой древней святыне Самом удивительном свидетельстве истории на территории России Аркаим просуществовал около 70 лет Его жители покинули свою крепость и, уходя, сожгли ее Это археологи знают точно Культурный слой не оставил ничего нужного, как это бывает при пожаре Только черепки и кости Это еще одна легенда Впрочем, вполне возможно, что горожане просто исчерпали природные ресурсы вокруг своего жилья И перешли на другое место А постройки сожгли из экологических соображений Сегодня Аркаим переживает туристический бум Мы специально не рассказываем, как туда добраться Толпы паломников могут погубить хрупкую экологию заповедника Но если вы все-таки решите попасть в город, описанный во вести Подумайте Аркаим меняет жизни людей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok